здравствуйте друзья сегодня у нас четверг 8 августа а завтра у нас что пятница 9 принципе логично завтра еду отдыхать на озеро и буду снимать для вас видео как отдыхают в америке а сегодня надо подготовиться из всех подготовок наверно все что будет это я заеду в магазин куплю себе дополнительные штаны только такие штаны остались и джинсы я хочу все такие вторые штаны но для начала мы заедем ювелирный салон потому что у меня случилось горе если вы наблюдали за мной последние пару деньков вы могли заметить что на моей правой руке я больше не ношу браслетик по жизненной случайности я парень очень сентиментальный и все что я ношу на себе это тем или иным боком относится какому-то событию то есть вот например этот браслетик мне родители подарили на 18 лет типочка которую ношу на шее это родители мне подарили на 20 лет а вот этот на черной ниточке берет это мама мне подарил когда я переехал в америку чтобы меня оберегала все что возможно от всего что возможно и вот на браслетике к моему сожалению три-четыре дня назад порвалось звено она как бы еще не совсем порвалась но уже можно сказать висит на ниточке и прям вот здесь тебя это не заметил вовремя то я было потерял и чтобы такого не произошло мы сейчас поедем узнать цену сколько будет стоит браслет я больше чем уверен что ремонт будет стоить на практически стоимость нового браслета но это мы сейчас выясним так как работы сегодня нет денег мы не зарабатываем поэтому едем по бесплатной дороге а вон все мажоры едут по платной но ничего мне и здесь хорошо я приехал здание где помните я покупал три кусочка чизкейка за 30 долларов это большой мол где прям вот скопление всех-всех-всех все что вам нужно по ходу парковка входит сразу же в третий этаж мой юнит который я ищу 1256 поэтому будем опускаться вниз конечно хотелось бы найти карту потому что с ней намного легче найти место куда мы идем на где-то она должна быть здесь 1192 нам надо 1256 где же ты дружище где же иду не в ту сторону возвращаешь назад уже что-то поближе не прошло и миллион лет называется fast fix быстрая починка надеюсь за хорошую цену починка цепочки будет стоить 49 99 без гарантий вообще без гарантий вообще меня не интересует потому что блин если мастер будет делать халтурную работу я потеряю цепочку из-за того что он где-то там что-то не наделал то мне некому будет пожаловаться я еще попробую найти пару мест где занимается таким ремонтом и тогда уже я займусь этим прям плотненько мне прям нравится какие chevrolet делают машинки они такие вот прям вот компактненькие маленькие если можно их так назвать я метр восемьдесят четыре два метра высотой прекрасный размер вот это прям та машина которая вам нужна в техасе просто в техасе все больше а вот как выглядит обменный пункт в америке и вот даже курсы валют в техасе белорусский рубль не принимают а в нью-йорке даже можно найти места где он принимать белорусский рубль что у нас там россия когда у обменника максимальный уровень безопасности помните я вас спрашивал про машину что я вот не могу задалека открыть окна потому что вот пока к ней не подойдешь она мне не откроет и кто-то мне сказал что это из-за того что тут вот инфракрасное прям какое-то управление например что инфракрасный ты должен направить на машину и он тогда как бы его принимает работу но тут в принципе без разница я упираю в себя нажимаю держу и он открывает окна то есть в принципе через меня не должно пройти инфракрасное хотя может может тут что-то прям вот прям вот что-то в ней в этой машине наверное это по безопасным таким скажем соображением чтобы когда дошел до своей машины никто не смог залезть либо украсть что-то своей тачке так что я думаю мне просто придется с этим смириться штанишки которые я ношу называется columbia в том месте где я был я покупать их не собирался потому что там все дорого и прям за реальную стоимость за реальную нереальную стоимость поэтому я приехал в роз попробую здесь на чуть-чуть подешевле если нету поеду прям саму columbia на нее ехать 15 минут но этого стоит тут кстати можно легко нарваться на русскоязычных вы сейчас будете ругаться всем цену не показал 799 за фирменные шорты пума пума джинс веганы неизвестный бренд дайте мне чем-нибудь известное чтобы все знали ну вот левайс вместо 3299 20 долларов до налогов и так всегда иногда вставляю эту фразу до налогов чтобы вы знали налог здесь 8.25 процентов я так иногда люблю просто походить познакомиться с ценами чтобы если вдруг что-то в контейнере найду знаю сколько стоит мне это нравится что-то я видел в одном из контейнеров и вот она стоит 60 баксов ну то есть если что-то такое находит что за полцена это точно должен продать вот вроде вещевом магазине но он даже есть для душа вот все как доктор прописал три в одном для волос лица и тела что еще нужно мужчине сколько стоит 5 баксов у меня есть пока что вернусь когда закончится неудачная поездочка поехали в нормальный фирменный магазин я что на отдых еду я боюсь что мне одной батареечки может не хватить раз как вариант куплю вторую батареечку для gopro я кстати до сих пор еще думаю как это будет происходить как я буду пока свой отдых вариант я такое образное вам буду скидывать каждый день а потом после того как выходные закончится я на кипаю вам фильмы с сюжетом и так далее с таким сюжетом какой у меня обычно происходит сейчас опять увидим тонну электроники я каждый раз представляю сколько денег стоит на полках вообще просто очень много 469 1500 тут одна полка стоит только три-четыре тысячи тут я даже говорить не буду вот все что они продают у меня была мечта купить вот эту вот штуку дополнительная батарейка и вот прям вот вот зарядочная станция но я бы купил отжалил бы вот этот вот блин 50 баксов и купил бы лишь будет все было счастье мне если бы она работала без подключения к розетке то есть если бы она как powerbank работала но так как у меня есть свой powerbank я не вижу смысла мне покупать это вот за 50 баксов я просто подключил powerbank напрямую gopro и буду снимать дальше по ходу к магазин у меня сегодня терпит какие-то одни фиаско все надеюсь хотя бы штаны если бы я сегодня куплю смотрите телик 50 ничей 289 долларов с налогом где-то будет 310 долларов чем неплохой вариант я бы взял и себе на жену на самом деле мне надо отсюда валить как можно быстрее потому что я уже голодный я сейчас просто начну все покупать этих полок надо мне это или нет о смотрите что нашел вот такой вот гироборд я приблизительно вчера нашел в контейнере 159 долларов есть типа покруче потому что он блестит наверное 200 не все я серьезно валим отсюда вот это я понимаю мне походу сегодня повезло он у них там на не написано 60 процентов of скидки на некоторые вещи вот секция штанов мы ищем штаны чтобы были вот такие вот чтобы они были как если помните бриллиантовой руки легким движением руки брюки превращаются брюки превращаются потому что мне вот такая же тема если захочу я отстегиваю меня просто шорты вот мои штанишки у меня по-моему если не ошибаюсь до вчерашнего или даже до сегодняшнего дня был размер 36 а рост 30 сейчас я попробую найти свой размерчик мы пойдем мерить сюда да конечно же еще проверить обязательно скидочную секцию смотрите тут написано возьми вот до 70 процентов то есть мало что на них было 48 сейчас на них 43 как вот 48 до 43 это вот прям а то есть смотрите были 48 с них сделали скидку 43 и еще 40 процентов на вот эту вот сумму вы вот получаете вот сколько там 40 процентов за 23 доллара все купить 25 вроде мой размерчик они стоят 60 со скидкой 54.90 но еще мне на кассе должны дать на них по-моему 20 процентов скидку конечно же потому что я такой хороший парень вот в итоге мне стали 48 долларов вместе с налогом 51 доллар 26 центов я покупаю эти штаны раз полгода в год потому что они просто изнашиваются стоя нагрузка которая на них накладывают когда на них бывают большие скидки тогда они там уходят за 40 долларов 42 но ничего страшного я больше потрачу времени и денег если я буду каждый раз ездить сюда и ждать куски едем теперь кушать ничего особенно кушать я не буду поеду в то простое место хочу пристегнуться где коптят мясо очень вкусно и очень много перекушу и наверное сегодня надо обязательно сходить на спорт так я уже на отдых на три дня и я буду пить очень много жидкости счастья и кушать неизвестное количество еды то прям сегодня необходимо посетить спорт поехали но сначала покушаем я в самый последний момент передумал потому что я вспомнил что через дорогу от меня находится тот магазин где продается готовая пища в котором я был прямо позавчера или когда помните когда я прям вот здесь вот самый самый первый был на светофоре я и сейчас буду самый первый пошли все в вень колоду конечно обязательно супчику сегодня пройдемся по остренькому сейчас если наложу но аппетитненько же выглядит на самом деле это тоже все копченое мясо сейчас самое главное выбрать самый вкусный кусочек и без жира почти угадал обед 8 долларов 70 здравствуй вечность я уже дома и вот уже нет и навстречу новых побед я на пару секунд отвлекусь в этом не разбегайтесь в принципе эта задача минимум выполнена все что осталось это собрать чуть вещичек то пути домой заехал магазин купил себе арбузик много-много воды как вы думаете для чего вы даже не поверите получилось что в конце тренировки я почувствовал что началось какое-то телодвижение вернее внутри моего тела началось какое-то движение и походу у меня двинулся камень с момента приезда в америку за три года у меня уже четыре раза выходили камни и все каждый раз естественным путем поэтому я уже знаю как с этим бороться а зато у меня такой ответственный момент и мне надо обязательно справиться с этим камнем до отъезда надеюсь конечно что это было просто ложная тревога но я буду сражаться с этим до последнего в принципе на этом видео подошло к концу увидимся как всегда завтра пока необходимо посетить спорт сегодня прям необходимо посетить спорт